В этом году столичная экологическая милиция составила более сотни протоколов за выброс мусора в неположенном месте. Рейды проходят ежедневно. Подробности у Юрия Зайца. В рейд по стихийным свалкам отправляемся на балку. По пути натыкаемся на разбросанный по обочине мусор. Паркуемся. Следом за нами подъезжает машина с пустой лодкой. Устанавливают ее на место. Мусор, который рядом, забрать погрузчик не сможет. Нужно вызывать бригаду с трактором. Типичная ситуация, которая обходится государству примерно в тысячу рублей. В данном случае лодку забрали, чтобы вывезти. Так как она уже была заполненная, люди не дождались, пока ее привезут обратно, и накидали мусор на месте, где должна стоять лодка. Чтобы найти, кто оставляет мусор в таких местах, экологическая милиция устанавливает наружное наблюдение. Проще говоря, сидит в засаде. Мы сейчас находимся на микрорайоне Октябрьском по улице Комсомольская. Вот здесь стоит бункер-накопитель. Большое количество граждан проживает. И буквально минут 10-15 посидеть. И по-любому кто-то будет выбрасывать здесь какие-либо отходы. А вот и первые нарушители. Женщина оставляет коробку рядом с мусорным контейнером. Спустя минуту возле соседней лодки мужчины складывают старые оконные рамы, дверь и быстро уходят. Догоняем их. Примерно так ведет себя каждый нарушитель. Извините, не знал, каюсь и справлюсь. Только не выписывайте штраф. Граждане, образующие стихийные свалки, привлекаются к административной ответственности по статье 622 КОАП ПМР. Это нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо наложение административного штрафа на граждан в размере от 368 до 1104 рублей. Админкомиссия к людям, которые устраивают стихийные свалки, стала относиться жестче. Предупреждения уже выносят крайне редко. Подавляющее большинство нарушителей платят большие штрафы. Юрий Заяц, Александр Чабан, ТСВ.